Владимир Сергеевич, я просто от наших пестяковцев спрошу. У нас есть тревога у пестяковцев, что наш район какой-то брошенный, что к нему интереса мало, что сюда как-то программ нам не дают. Вы-то близко к губернатору, как вы со стороны депутатов видите. Есть у нас перспектива-то какая-то? Нет, ну, во-первых, вы мне вопрос задаете. Я здесь жил, здесь мой папа руководил районом. Район сложный очень сам по себе, инфраструктура сложная, значит, сложная экономическая база, потому что там сельского хозяйства практически отсутствует. Все поля в свое время Пальчиков купил, всю землю, и до сегодняшнего дня механизм неиспользованных земель еще не запущен, а его надо запускать. Земли сельхозназначения должны работать в обязательном порядке. Ну, кроме всего прочего, бюджет, смотрите, на 80 с лишним процентов бюджет на сегодняшний дотационный и областным бюджетом, то есть своей экономической базы практически отсутствует. Отсюда все вопросы. Вопросы связаны с состоянием дорог, состоянием освещения, с уровнем жизни населения. Ну, это похоже на этот поговорок, нищий у нищих. Но я хочу вам сказать, что нет, ни в коем случае. Все районы, все районы у губернатора, они подконтрольны. Другое дело, что, вы знаете, область, конечно, тоже досталась ему очень сложной. Смотрите, государственный долг, доставшийся от предшественника, зашкаливает выше 16 миллиардов рублей. А это кредиты. Надо отдавать. Долги за газ превышают 3 с лишним миллиарда рублей. И это... А Газпром на сегодняшний день вычеркивает из программы все, что касается... Сначала верните долги, после этого будем разговаривать на предмет продолжения газификации в области. Конечно, ему в этом отношении очень сложно. И он в этом плане очень всегда рассчитывает на помощь и депутатов района, чтобы очень рачительно подходили к каждой копейке, чтобы вкладывали... Ну, предположим, можно, например, как вот мне сейчас говорят, за 400 тысяч проект бани сделать, а можно за 400 тысяч сделать проект какого-то объекта, под который можно получить федеральные или областные деньги. Да, да. Я сейчас тоже говорю, что можно, например, баню сделать локальными сметами, просто локальными сметами, не тратья огромные деньги на проектную документацию. Это же, ну, неверные подходы. Поэтому, конечно, безусловно, мне очень понравился сегодня, что очень живой разговор был на отчете совета, связанный с тем, что люди предлагают хорошие программы. Ну, например, как у Лухи поддержку личного подсобного хозяйства. Купил коровенку, тебе 25% бюджет доплачивает. Это же вот, вот если такие программы в районе заработают, жизнь будет по-другому, потому что люди почувствуют отношение к себе и, безусловно, что почувствуют какое-то движение. Потому что появится молоко, появится сбыт, появится и для себя, и можно обеспечивать других. Но мне-то вот нравится наш глава, он мне каждый месяц отчет с ним записываем. И мне нравится, что он думает о детях и о молодежи. То есть вот ему хочется, чтобы они здесь остались, как-то, значит, вот что это. Мы обсуждали с ним несколько программ. Он там видит и сельский кванториум, он сам же даже занимался с детьми. Я просто вас уже, как нашего депутата, прошу поддержать молодежные программы. Я хочу вам сказать, что в этом отношении он прав абсолютно. И знаете, депутаты должны ему помогать. Не палки с колес составлять, а помогать ему. Каждый на своем округе вырабатывать какие-то программы по молодежи, по вниманию к пожилым, значит, или к нетрудоустроенным людям и так далее, и так далее. И вот это выливается в общий какой-то разговор, который говорит, а если мы друг другу палки в колеса, ну, работы не будет никакой. Поэтому, конечно, безусловно, я еще раз говорю, что подход его в этом прагматичен, правильный, и его надо в этом плане поддерживать. Ну и последний вопрос. Вы ведь избираетесь от нашего района. Я так понимаю, что это такая вот, можно сказать, риск пойти от такого района в депутаты. Да нет, что вы знаете, мы за эти годы сделали очень много. Я вам приду пример. Я же пришел, детский сад разваливался последний в Пистяках. Мы ввели новый детский сад, отремонтировали капитально школу. Сейчас детскую музыкальную школу капитально отремонтировали, линолеум новый постелили, капитальный ремонт сделали. То есть, в принципе, наказы избирателей, я законно разработал в свое время интересный по наказам избирателей, он сегодня работает. Я помогаю району вкладывать областные деньги дополнительно к бюджету, вот на такие вот инфраструктурные проекты. В параллельно с этим, конечно, там где-то дорогу избирателей накажут, где-то, значит, вопросы связанные с... Я прием постоянно здесь веду, и уезжаю 10-15 человек постоянно ко мне на прием придут, в обязательном порядке, работаем в этом плане. Кому-то медицинскую помощь надо оказать и так далее. Ну, вы как раз не дослушали мой вопрос. Вы нас не бросите, вы пойдете на сверху. Спасибо за это же.